Наверное, многим нашим читателям знакомы книги армянских сочинителей сказок Шагана Натали Турке и мы и Зори Балаяна Ачак. В свое время мы эти произведения внимательно прочитали и написанное поняли. Правда, понимание должно было прийти чуть раньше, хотя бы в конце 80-х, но все случается в свое время. Нас подвели доверчивость и гуманность. Мы же столько лет жили в мире. И эти столько лет обернулись погромами, изгнанием азербайджанцев и курдов из Армении и геноцидом в Хаджалы. Что же, народы учатся на собственном горе, а армия на своей войне. Таков закон, таковы реалии. Мы урок усвоили, поменяли обучающую программу и полны решимости применить полученные знания на практике. А если приглядеться, гитлеровцев с нашими соседями роднит не только пристрастие к уничтожению безоружных, но и дремучий какой-то охотнорядский антисемитизм, мемориал жертвам Холокоста, вырывания, несколько раз осквернялся. Потом сидят и удивляются. А за что Хароп? От него же так больно. Почему израильские ПВО? Ведь мы не можем попасть в цель. Это вам за все хорошее, причиненное окружающим, соседушке. И Хароп из ПВО еще не все. Скоро будет деревянный макентош, гром фанфар или тавры, звук которых вы можете уже и не услышать. Мы победили потому, что очень этого хотели. И мы продолжаем побеждать, потому что хотим этого все сильнее и сильнее. На победу был и есть социальный заказ. В школьных учебниках оккупированные территории были закрашены темным цветом. 20% нашей земли находились под оккупацией. Мы ни на минуту об этом не забывали. И тихо, без ненужного шума и суеты делали свое дело. Каждый на своем месте. Мы внутренне были готовы к победе. Это вопрос отношения к оккупации и уважения как к павшим, так и к самим себе, как к нации, как к совокупности этносов. Приведу один небольшой пример. На юбилей Рамиза Фаталиева в зал вошла семья покойного Юрия Ковалева. Аллах, она, Рехмят и Лясин. Вы знаете, весь зал встал и приветствовал их аплодисментами. Сверху им никто не приказывал, команды не было, люди сделали это сами. Это был порыв. Прекрасный душевный порыв. Знак уважения. Потому что народ помнит тех, кто пал за свою страну и будет помнить всегда. Помнить и почитать и тех, кто вернулся, и тех, кто уже никогда не вернется. И мстить мы будем за каждого павшего, за всех вместе и за каждого по отдельности. Десяток за одного нашего. Пока не встанете на колени, если до этого мы не вырвем вам ноги. И лично я хотел бы увидеть в наших школьных учебниках территорию Армении, закрашенную таким же темным цветом. Окупированная территория, временно оккупированная. Так победим. Есть очень хорошие новости. У врага более двухсот двухсотых. А за наших мы обязательно отомстим. За нами должок. Вы ответите за каждого нашего шахида. Наши войска уже контролируют высоты над Истису. Городок, временно называющийся Джермук. Места там богатые, с целебными источниками и вилами состоятельных армян. Можно сказать, что после окрестностей озера Гейча, это любимое место отдыха и тусовок тамошних богатеев. И представьте себе, что теперь вся эта красота и вода, и земля, и дома, и стада под прицелом нашей армии. Да и дорога Горис и Рыван под нашим огневым контролем. Грех не воспользоваться удобно расположенными материальными ценностями, которые вам все равно великоваты. Вы уже проиграли, а потому отдавайте пиджак. В качестве утешения советую вам позвать на помощь УБСЕ. Будем обсуждать и долго разговаривать с ними, пока не надоесть это вам. Вы же 30 лет обсуждали Карабахский конфликт. Вот и мы хотим лет 50 обсуждать ваш вопрос. Думаю, вам понравится. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прокомментируйте. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и дальше под評 stal blood. Продолжение следует...